Вы смотрите программу «Город С» в студии Инна Румянцева. Здравствуйте! Жилищно-коммунальное хозяйство – та сфера, которая, пожалуй, касается каждого из нас. Как поменялись тарифы ЖКХ и каких изменений ждать в квитанциях за июль? Почему в подвале многоквартирного дома держатся удушающие запахы и как его устранить? По каким причинам в квартирах отсутствует нормальный напор воды и кто должен решать эту проблему? Как добиться регулярной и качественной уборки в подъезде и на придомовой территории? Вопросов много. Сегодня мы озвучим часть из них, а ответы будем искать вместе с нашим экспертом. У нас в студии руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ «Контроль» Самарской области Виктор Чисовских. Здравствуйте, Виктор Валентинович. Здравствуйте! Уважаемые телезрители, сегодня у нас в студии работает телефон прямого эфира 202-11-22. Пожалуйста, звоните, задавайте волнующие вас вопросы. Виктор Иванович, вы как-то отметили, что грамотных потребителей становится все больше. Да. Вот скажите, кто такой грамотный потребитель в сфере ЖКХ? Им стать вообще реально? Вполне реально. И мы смотрели эту ситуацию, вот начиная с того момента, когда начали отсматривать вообще ситуацию с собственниками. Почему? Потому что грамотный собственник, он же грамотный потребитель, это тот человек, который, во-первых, знает свои права и обязанности. Я особо обращаю внимание на свои обязанности, потому что у нас многие знают свои права, но вот обязанности не все знают. И второй момент, который должен быть у грамотного собственника-потребителя, это уметь защищать свои права. Вот если вот эти два момента, три, вернее, момента сходятся в одной точке, в одном человеке, да, я считаю, что этот человек действительно грамотный потребитель, грамотный собственник. Почему? Потому что он может защитить себя, зная, как это сделать правильно. Где он может набраться своего опыта? Значит, ну, набраться опыта он может где, или самостоятельно работая, хотя это очень тяжело, и законодательство в сфере ЖКХ очень сложное. Или просто шишки набивать, как мы все это делаем? Ну, набивать шишки это не дело, пусть набивают другие, да, я бы не рекомендовал жителю набивать шишки в этом деле. Значит, у нас есть квалификационный центр ЖКХ и энергетики. Это подведомственная организация Министерства энергетики ЖКХ. Мы добились того, что этот квалификационный центр ЖКХ и энергетики, он занимается дополнительно профессиональной подготовкой специалистов, и мы сейчас выполняем, исполняем государственное задание по работе с председателями Совета домов ТСЖ, ЖСК. Я бы рекомендовал нашим жителям, да, зайти на сайт квалификационный центр ЖКХ и энергетики, и в правом нижнем углу, там есть красная кнопочка, да, нажать на нее, появится значок интернета, и вы войдете на страничку, где размещены все наши обучающие вебинары. Там их вот за этот год только более ста. Они посвящены различным ситуациям, там по квитанциям, подписанию актов, когда что. Они небольшие, по 30 минут, но я рекомендую для начала, если вы хотите просто понять, что такое, зайдите сюда, посмотрите. Это одно. Второе, мы постоянно проводим обучающие вебинары и семинары. Мы выезжаем во все районы города, мы выезжаем во все города Самарской области. Понятно, что всего мы не можем охватить, да, так часто, как хотелось бы, но тем не менее, мы оповещаем администрации, собираются люди, и мы проводим такие обучающие семинары, где говорим о том, что происходит в сфере ЖКХ, отвечаем на вопросы, и я считаю, что это достаточно хорошее подспорье. Я думаю, что многие воспользуются этой возможностью. У нас есть уже первый звонок. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я проживаю в Приворском микрорайоне, промышленный район. Мне такой вопрос. Из горячей воды идет холодная вода. И получается так, что на прессовку отключали воду, потом включили, и идет холодная вода. Натур нормальный. А получается так, что сначала полчаса, больше полчаса ждешь, пока она стечет, а потом она становится более теплой, но не горячей. А счетчик крутится. А счетчик, да. И приходится платить как за горячую воду. Да, мы услышали вашу проблему. Вот что нам делать? Мы уже в теплостей звонили, вы обращались. И все равно ситуация не изменилась. Значит, уважаемые коллеги, вот по таким вопросам... Наталья, спасибо вам за звонок, за вопрос. По таким вопросам, вот горячая вода не соответствует температуре. Да, она должна быть 60 градусов, да, в точке разбора. Точка разбора в квартире – это кран. Вот из крана должна идти вот эта горячая вода. Сразу? Да, если она не идет, она должна идти порядка через 3 минуты, добираться вот этой температуры 60 градусов. Если она не соответствует температуре, то, в принципе, первое, что вы должны сделать, это звонок в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Потому что за состояние температуры воды отвечает управляющая компания. Дальше возможны разные варианты. Первое. Т-плюс, допустим, не дает ее с той температурой, которая положена на дом. Если на дом подается 40 градусов температура вода, да, то она из крана не польется 60 градусов. Понятно, да? То есть, но с этим должна разбираться управляющая компания. Управляющая уже. Ваш первый звонок в аварийно-диспетчерскую службу. У нас не соответствует температура. Должны представители управляющей компании прийти и замерить температуру в точке разбора в кране. И составить акт. Я к чему говорю? Что это может быть, да, сразу не решит проблему. Но, по крайней мере, если будет составлен акт о том, что температура воды, допустим, 40 градусов, и она не соответствует 60 градусам, то на основании этого акта можно сделать перерасчет. Платы за горячую воду. Понятно, что горячей воды не будет, да, до тех пор, пока не исправят эту ситуацию. Но управляющая компания должна будет сама заниматься этими вопросами. Не вы будете звонить в тепловую организацию, да. Управляющая компания уже будет обращаться в теплосети, почему вода не соответствует. И можно будет добиться перерасчета. Совершенно верно. Возможно, вот опрессовку провели, где-то порыв произошел, да. Чтобы не убирать воду вообще, пустили обратку. Возможно, такой вариант. Тут много ситуаций возможно. Надо решать. Еще раз говорю, звонок в арендиспетчерскую службу. Услышали вас. Есть еще один звонок. Да. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы слушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Маритя, у меня вопрос. Так, вот танкировые 99, пересечения центральные, рядом есть кололики. Вот там, извиняюсь, заворожение туалета, в больнице никто не может найти эту причину. Решать невозможно. Можно решить этот вопрос? Ставьте чертой. Пожалуйста. Санфирова 99, правильно я? Да, да, да. Как заедет во двор, прямо видно, там петет по асфальту вот этого ужаса. Решать невозможно. Значит, ну это надо определиться, это сети уже не управляющей компанией. Если это за домом... А приезжали, откуда только не приезжали. СКС приезжала? СКС приезжали к нам? Не знаю, там приехали, нет, но там кто-то приезжал, там бесполезно, не могут найти. Это не наше, это не наше, все толкают друг на друга. То есть ищут хозяина, потому что отвечать за устранение аварии должен хозяин. Ну давайте я с СКС свяжусь по этому вопросу, вот по этому адресу, что... Да, спасибо большое. Да, посмотрим, что если это их хозяйство, значит они будут искать это все, потому что не все так просто. Спасибо. Спасибо вам за звонок, пусть проблема ваша разрешится. 202-11-22 наш телефон, пожалуйста, звоните. Виктор Иванович, давайте все-таки просветим наших телезрителей, какие изменения произошли с 1 июля в квитанциях, в квитанциях на оплату, каких изменений ждать? Значит, в квитанциях у нас что произошло? 1 июля у нас, как правило, идет повышение тарифов на услуги, на коммунальные услуги. Значит, но у нас жилищные услуги, это ставка содержания, она не регулируется государством, как собственники определят на общем собрании, такая она и будет. А вот тарифы на коммунальные услуги государство регулирует. Она регулирует им эти тарифы предельными индексами оплаты граждан за коммунальные услуги. Смысл в чем? Самара. Предельный индекс оплаты у нас в 2024 году 11,7%. Что это означает? Вот мы берем все коммунальные услуги. Холодная вода, горячая вода, водоотведение, электроэнергия, тепловая энергия, газ, твердые коммунальные отходы. Вот все коммунальные услуги. Если, допустим, в июне месяце мы за все эти коммунальные услуги заплатили 4 тысячи рублей, за все вместе, да, то в июле за все эти же коммунальные услуги, за те же объемы мы должны будем заплатить на 11,7% больше. То есть это 4 с чем-то рублей. То есть это не говорит, что 11,5% каждый тариф вырастет на 11,7%. Нет. Это сумма нашего платежа может вырасти не больше, чем на 11,7%. Но учитывая тот факт, что у многих нету каких-то коммунальных услуг, из перечисленных, да, у кого-то газа нету, у кого-то горячей воды нету, да, то есть эта сумма будет еще меньше. И более того, вот рост этого платежа увеличивается, и государство, в данном случае наше министерство соцразвития, поднимает все субсидии и льготы, которые положены вот тем категориям, которые получают это, исходя из вот этих предельных индексов. То есть они получать становится больше денег, да, компенсацией, чтобы вот эти все 11,7%, ну, может, не в полной мере перекрыть, но частично достаточно много перекрывает. Хотя, в принципе, сумма незначительная получается. Ну, сумма, в принципе, для кого-то, может быть, незначительная, для кого-то значительная, да. Но еще раз говорю, вместе с этим ростом платежа за коммунальные услуги растут и наши все субсидии. Субсидии растут. Да, это тоже нельзя забывать, это достаточно серьезный вопрос. Хорошо. Сейчас лето, ведется активная работа и с канализацией, и с водоотведением. Воду отключают надолго. Меня интересует, каков максимальный срок отключения воды? Наверное, существует какой-то предел? Да, есть 354-е постановление правительства Российской Федерации о предоставлении коммунальных услуг гражданам. И там четко прописаны все эти сроки. Там, первое, 4 часа единовременно могут отключать воду, холодную, горячую, неважно, да. 8 часов в течение месяца допускается отключение воды в доме, суммарно. Если идут какие-то работы, как сейчас перекладка систем, да, плановая, то это не более 14 суток. То есть 14 суток определено. И сейчас, кстати, рассматривается вопрос, относительно того, чтобы вот эти 14 дней уменьшить до 10 дней. Ну, насколько это будет, и насколько это будет выполняться, тяжело. Но, по крайней мере, с точки зрения закона, сегодня вот не более 14 дней могут отключать, допустим, ту же горячую воду. Вот пример из жизни совершенно недавний. С 25 по 31 июля дом по улице Красноармейской, 127-й, стоял без воды 6 суток. Случился порыв. СКС начали вести работу там на пятые сутки. С 25 по 31 июля дом сидел без воды. Что здесь как-то возмутительно, на мой взгляд? Бойлер, жильцы с водой выбивали, просто выбивали с трудом. И появилась вода на вторые сутки ненадолго, причем в 4 часа дня, когда люди на работе. И потом еще через двое суток приехал туда, где никто не видел. Вот у меня вопрос. Как должно быть организовано обеспечение населения водой? То есть в какие сроки подается бойлер с водой, при каких условиях, сколько времени он должен стоять? И главное, вот оповещать-то населению тоже надо, что едет бойлер с водой, будет стоять там-то. Кто за это отвечает? Управляющая компания или СКС? Вот как эта коммуникация должна быть тоже здесь отложена? Значит, смотрите, есть закон о водоснабжении, в котором написано, водоснабжающая организация в течение одних суток, со дня возникновения аварии, должна уведомить об этом абонентов и орган местного самоправления. То есть что это СКС должно сделать? Что случилась авария, такая-то, такая-то. Будут отключены такие-таки дома. Дальше. После этого уведомления орган местного самоправления в течение суток должен обеспечить население питьевой водой, в том числе путем ее подвоза. То есть, по большому счету, орган местного самоправления должен организовать подвоз воды. А уведомить о том, где будут находиться эти машины с водой, должна, конечно, управляющая организация, потому что она имеет на это право. Поэтому здесь вот взаимодействие СКС уведомляет орган местного самоправления, орган местного самоправления управляющую организацию. И вот когда работает вот эта связь этих трех организаций, в принципе, люди должны быть обеспечены водой. Он ответственности этих трех служб и в данной ситуации свалили все на собственников, все свалили, не хотели ничего решать. Это неправильно. То есть нарушение закона. Это нарушение. Виктор Иванович, у нас есть еще звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос к Виктору Ивановичу. Ага. Виктор Иванович, я очень хочу знать должностные обязанности управляющих микрорайонов. И какая роль? Мы их абсолютно не... Я их абсолютно не вижу. Это по проспекту Ленина. По проспекту Ленина. Значит, зима, не чистили абсолютно тротуары. Были субботники. Значит, на субботниках люди потрудились. И набрали мусор. И этот мусор лежал три месяца. И никто на него не реагировал. Я хотела бы это знать. Мы вас услышали. Спасибо вам за вопрос, за звонок. Спасибо. Но я скажу так. Управляющий микрорайоном, он не входит в систему ЖКХ. Насколько я знаю, управляющих микрорайоном назначают для того, чтобы создать мостик между жителями и администрацией районов. Потому что администрация в целом отвечает за район. Но районы большие. Вот здесь они делятся еще на микрорайоны. И в каждом микрорайоне есть представитель администрации. Его задача... Я много сталкиваюсь с управляющим микрорайоном. Мы работаем вместе. Решаем порой вопросы, связанные в том числе и с обучением председателя Советов домов. Вот они, управляющие микрорайоном, они должны доносить все проблемные вопросы до администрации района. И через них все это решать. То есть если у вас возникает какая-то проблема, допустим, на территории, я имею в виду, вы можете обратиться к управляющим микрорайонам, он должен донести эту информацию до главы района. И глава района должен принять решение, что же сделать, как исправить эту ситуацию. То есть эти представители органов местного самоправления в микрорайоне. Все понятно. То есть остается только до него добраться. Получается так. Я знаю, что информация об управляющих микрорайонах везде размещена на сайтах. Я думаю, на сайт, если зайдете администрации района, там есть все управляющие микрорайоны, их телефоны, адреса, где они принимают и прочее. То есть я знаю многих, поверьте, управляющих микрорайонов, которые действительно ходят по территории. И работают. Помогают людям, реально делают это дело. Зимой они смотрят, допустим, где снег не убирают, где сосульки висят, да, чтобы не было никаких-то нехороших вещей, не случалось. То же самое летом, где не убирают территории. Они всю эту информацию доводят до района. 202-11-22, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Виктор Иванович, по каким причинам в квартирах отсутствует нормальный напор воды? Кто должен решать эту проблему? Вот, скажем, напор воды отсутствует, вызвали слесаря, слесарь измерил давление. В трубах я не сильно в этом разбираюсь. Ну, понятно, да, да. К сожалению или, к счастью, уж не знаю, да. Но он сказал, что 3 единицы вместо положенных 6. Ну, если это холодная вода, то от 0,3 до 6 считается нормальным. Давление от 0,3 до 6. 3 это, в принципе, нормально. Но если его недостаточно, так и тоже возможно. Если дом высотный, да, насосов нету, то этого, в принципе, мало. Да, без насосов. Значит, от чего это зависит? Во-первых, от того, какое давление на входе в дом. Вы поймите правильно, вот в дом входят все системы. Вот на входе, на входе как раз, видимо, низкое давление. Да. Значит, на входе, если маленькое давление, значит, ресурсоснабжающая организация не дает большее давление, опасаясь, что трубы могут порваться. А как быть, если там на высоких этажах не зажигается колонка? Да, совершенно верно. Что делать? Здесь, да, здесь уже нужно обращаться, опять же, в управляющую компанию, и управляющая компания должна фиксировать давление. Какое давление, опять же, в точке разбора? Так. В кране? В кране. То есть, составляется акт, в соответствии с которым, что пишется недостаточное давление, значит, это есть основание для того, чтобы нам сделали перерасчет. Ну, им сыпь не будешь, да, перерасчетом. Конечно, нам главное дойти воду. Да, нам нужно давление. Дальше управляющая компания должна выходить на ресурсоснабжающую организацию, обращаться к ней в качестве претензии, с претензией по поводу того, что на данном доме несоответствующее давление. А просим привести в порядок. Ну, еще раз говорю, ресурсоснабжающие организации зачастую не дают нормальное давление из-за того, что боятся просто порыва труб. И второй вариант возможен, что давление на входе хорошее, а в квартирах где-то слабое. Значит, система, внутренняя система дома до такой степени забита, что просто не проходит это давление. Такое тоже возможно. Поэтому, прежде чем говорить об этом, надо разбираться, а где проблема возникла? На входе или в самом доме? Если на входе виновата ресурсоснабжающая организация. И управляющая компания, вот хорошая управляющая компания, на мой взгляд, она должна защищать собственников. Это ключевая мысль. Хорошая управляющая компания. Если жители обратились, у нас проблема. А проблема возникла не по вине управляющей компании. Да, это конечно. Она должна работать с этой ресурсоснабжающей организацией. Вплоть до того, чтобы обращаться в суд и требовать в том числе и возмещения ущерба. Почему? Потому что сейчас штрафы для ресурсоснабжающих организаций увеличены. То есть, если они коммунальную услугу представляют ненадлежащего качества, их можно оштрафовать достаточно серьезно. Это не в их интересах. Это не в их интересах, конечно. Поэтому они лучше пойдут на решение проблемы. Но, еще раз говорю, к сожалению, не всегда это может получиться. Виктор Иванович, есть еще звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Мы слушаем ваш вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Это юный пионера, 59, квартира 17, Денисина Нина Сергеевна. Мне 77 лет. Я живу на первом этаже с сыном, с инвалидом. У нас 12 июня, почти до 12 июля, затапливал подвал с текалиями. И до сих пор я не могу добиться, чтобы обработали наш подвал. Потому что там текалии лежат. Все там лежит. А у нас первый этаж. Дышать некем. Ползают все. И мыши. И это просто ужасно. Я каждый день со слезами звоню управляющей компанией в газоэлектромонтар. Но они меня не слышат. Мы вас слышим. Я не знаю. Я ходить сама далеко не могу. У меня перелом позвоночника. Пожалуйста, помогите нам. Нина Сергеевна, я записал адрес. Я постараюсь завтра переговорить с директором управляющей компанией газоэлектромонтаж. Я думаю, они решат эту проблему в ближайшие дни. Потому что я сегодня звонила. И на той неделе они мне обещали говорить. Вот они отказывают нам пока. Нет людей, чтобы обработать подвал. Нина Сергеевна, я попрошу. Я думаю, они не откажут мне. Пожалуйста, помогите. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили нам. Будем работать, да. Действительно, в старых домах, в хрущевках, очень часто в подвалах стоит удушающий запах. Такие не исключения. Такие ситуации. Вообще, куда с этим действительно обращаться? В УК, в РКС? Ну, первое, что надо обращаться по любой ситуации. Вот я в общем говорю, что в доме происходит. Первая очередь, звонок в аварийно-диспетчерскую службу. Пожалуйста, уважаемые жители, запомните. Первый звонок. Не в управляющую компанию, а в приемную или куда-то. Потому что там могут выслушать и забыть сразу. Аварийно-диспетчерская служба. Телефон аварийно-диспетчерской службы в квитанции у вас есть. Обязательно. Вы должны туда позвонить и вам должны сказать номер заявки, который приняли. То есть вы сказали, у нас, допустим, ситуация с подвалом такая, да? Вам должны дать. Заявка номер такой-то принята, чтобы потом можно было с ними разбираться. А вот сейчас я начну говорить, была такая заявка? Они скажут нет. Нет. И все. И на этом все закончится. И мы крайних не найдем. А вот если бы сейчас она позвонила, допустим, Нина Сергеевна сказала, заявка номер такая-то, такого-то числа не выполнена. Здесь уже можно говорить с управляющей компанией конкретно по факту. Поэтому я прошу всех, да, первое, что вы делать должны, звонок в аварийно-диспетчерскую службу и номер заявки. Если вы письменно пишите обращение, напишите в двух экземплярах, чтобы на втором экземпляре принял такой-то, такого-то числа. Потому что это обязательный процесс для того, чтобы потом можно было говорить с управляющей компанией. Ну, еще раз говорю, и это и дисциплинирует. Я скажу большее. Вот сейчас есть система ГИС ЖКХ. Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. Значит, если вы откроете там личный кабинет, у нас уже многие открыли личные кабинеты в этой системе. Вот через этот ГИС ЖКХ можно подавать жалобу, заявление в любую организацию. Начиная с управляющей компанией и кончая администрацией президента. То есть вы пишете там в электронном виде и нажимаете, кому отправить. И она автоматически уходит, ей официально сразу присваивается номер. И управляющая организация или администрация, неважно, они вынуждены отвечать на нее, потому что она уже зарегистрирована в системе. Да. То есть я прошу, чтобы не ходить в управляющие компании, не звонить, не ругаться с ними. Попробуйте пользоваться все-таки личным кабинетом ГИС ЖКХ. Там очень удобно. Там можно передать показания приборов учета сразу. Всех приборов учета за один раз. Есть ЖКХ. Там можно оплатить. Там можно посмотреть акты выполненных работ по дому. Там можно посмотреть протоколы общих собраний. Там очень много информации. Понятно, что, может быть, не всем это будет доступно. Ну, в силу ряда обстоятельств. Но, тем не менее, надо к этому стремиться. Просите детей, внуков, да, они помогут вам это сделать. И, я думаю, вам проще потом будет самим. Виктор Иванович. И второй вопрос, если, извините, да, управляющая компания не ответила, не реагирует, да, вдруг, как с этой ситуацией. Да. Есть Роспотребнадзор, Метерева-1. Там тоже вопросы санэпидем, ситуации вот эти, они тоже рассматривают. У нас буквально пару минут остается. Скажите, перенос срока капитального ремонта МКД возможен? Возможно. Я знаю, что переносит, вот, знаете, вперед на много лет. А что, если за это время дома уже рассыпается, вот, жильцы это видят, можно ли приблизить этот срок, наоборот? Значит, два варианта. Первое. Приблизить срок выполнения работ по капитальному ремонту. Я просто говорю схему. Первое. Проведение общего собрания собственников в принятии решений по этому вопросу. Что мы хотим с 35-го перенести на 25-й. Точка. Этот протокол передается в комиссию в каждом районе, вернее, в городе. Есть специальная комиссия, которая рассматривает эти протоколы. Эта комиссия делает два запроса. Первый запрос. Муниципальный жилищный контроль района, откуда это пришел протокол. Действительно ли необходимо перенести эти работы с 35-го на 25-й. Если это положительное, значит, плюс ставится. Второй запрос в фонд капитального ремонта. Какова собираемость взносов в этом доме? Если собираемость взносов менее 97%, ваш протокол рассматривать не будут. Все, я вас услышала. То есть, прежде чем провести, надо узнать собираемость взносов. Но прецеденты были? Конечно. Ну что ж, замечательно. То есть, получается, что надо просто проявлять инициативу. Естественно, то, о чем мы начали говорить с самого начала. Совершенно верно. Вы сказали, что оказание помощи жителям области по защите их прав в сфере ЖКХ – наша главная задача. У вас на сайте так написано. Чем грамотнее собственник жилья, тем успешнее он защитит свои права и законные интересы. Совершенно верно. Поэтому вместе надо работать. Да. Давайте будем повышать уровень грамотности вместе. Я надеюсь, не последний прямой эфир. При вашем участии. Мы всегда готовы. Благодарю вас за разъяснение, Виктор Иванович. Напомню, сегодня с нами был руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ, контроль Самарской области Виктор Часавских. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова